Новое кадровое назначение в Управлении имущественных и земельных отношений назначен руководитель. Им стал исполняющий обязанности начальника управления Анастасия Голговская. И сегодня в студии мы поговорим о планах работы нового руководителя. Это актуальное интервью. Здравствуйте, Анастасия Владимировна. Здравствуйте. Чтобы ввести в курс дела наших зрителей, давайте немножко расскажем вкратце, чем занимается Управление имущественных и земельных отношений. Наше управление как самостоятельный орган, в структуре органов власти округа появилось 1 октября 2015 года. И по сути у нас два основных направления. Это государственное имущество и, соответственно, земельные отношения. То есть в этих направлениях мы и работаем. У нас, соответственно, в структуре управления пять отделов. Два по направлению государственного имущества, два по направлению земельных отношений, Это управление земельными ресурсами и, соответственно, государственный муниципальный земельный контроль. Ну и общий отдел учета отчетности, который помогает нам организовать всю работу управления. Ну и, конечно, уже был принят ряд законопроектов, регулирующих работу управления. Да. Во-первых, у нас принят в этом году в новой редакции закон об управлении государственным имуществом. Мы в целом сменили структуру этого закона и подход к этому закону. Мы постарались все, что касается непосредственно управления государственным имуществом, перенести на уровень постановления администрации, чтобы нам проще было ориентироваться при изменениях федерального законодательства и быстрее реагировать на смену реалий, в которых нам приходится работать. Ну и, соответственно, по земле у нас также были приняты изменения в закон о земельных отношениях в Ниньском округе и, соответственно, о предоставлении земельных участков многодетным. Ну, последний такой достаточно резонансный законопроект был, и, в принципе, его долго ждали с учетом того, что он предусматривает теперь компенсацию многодетным семьям денежную взамен предоставления земельного участка. В данном направлении мы плотно работаем с Департаментом здравоохранения, который будет эту выплату осуществлять через свои подвенственные учреждения. Соответственно, сейчас разрабатывается порядок, в ближайшее время мы его направим на согласование, в том числе и с муниципальными образованиями, поскольку они также непосредственно участвуют в этом процессе, ведут учет многодетных семей. Ну, и, соответственно, планируем уже как-то к сентябрю эту работу закончить и уже к изменениям в бюджет подготовить этот порядок, чтобы у нас все было готово для соответствующих выплат. А что касается закона по земельным отношениям, там у нас ведь еще весной прошли поправки в части, установления возможности предоставления земельных участков по распоряжению губернатора. Это возможность, предоставленная нам земельным кодексом Российской Федерации. Мы ее, в принципе, уже в ближайшее время также планируем реализовать. В части предоставления земельных участков под строительством многоквартирных домов. Об этом в ближайшее время мы разместим информацию на сайте и, соответственно, объявим прием заявок соответствующих заинтересованных юридических лиц, которым такая возможность предоставлена сегодня. Ну вот по основным законам все, пожалуй. А так вот, в принципе, у нас каждый день идет нормотворческая работа, мы разрабатываем какие-то подзаконные акты и по имуществу, и по управлению обществами, и государственными инвентарными предприятиями. То есть это у нас тоже целое отдельное направление, достаточно важное и серьезное, которым мы занимаемся. Ну вот вы как руководители, новый руководитель управления, какие ставите перед собой задачи, какие видите проблемы, которые необходимо решить? Ну, в общем-то, проблема, наверное, как у всех, как у многих, нам, как всегда, не хватает рук. Но, в принципе, я считаю, что в первую очередь мы должны поставить на рельсы ту работу, которая уже была начата. Большой мы упор сейчас делаем на представление госуслуг в электронном виде, чтобы у нас граждане могли также почувствовать удобство получения этих услуг через порталы. Соответственно, на это у нас направлена основная работа. Ну и нормотворчество. Соответственно, у нас вот есть проблемы с нормативным регулированием каких-то отдельных вещей, мы стараемся это все сейчас компенсировать. А так, в принципе, коллектив очень хороший, я им очень благодарна. Я просто считаю, что если бы не они, на самом деле, этого бы назначения не было. И я просто хочу, пользуясь случаем, всех коллег своих поблагодарить и сказать, что это наше общее назначение и, в общем-то, наша общая работа, слаженная, четкая. Я их за это благодарю. Спасибо. Но я хотела бы вернуться к теме участков для многодетных семей. Какая сейчас у нас идет тенденция, ситуация, где выделена земля помимо старого аэропорта и чего вот ждать многодетным в ближайшее время? К сожалению, пока вот помимо старого аэропорта у нас территории не готовятся. То есть там у нас размежеваны 152 участка, да, осуществляется их подготовка. В принципе, мы планируем завершить этот проект до конца. Совместно с Департаментом строительства, в принципе, эту работу ведем. И ведь 152 участка — это не весь проект. Это только лишь часть, половина, может быть, больше половины. Но там еще есть, как говорится, возможность размежевать участки под предоставлением многодетным. Но что касается других территорий, вот на сегодняшний день старый аэропорт — это вот единственная наиболее подготовленная территория. Каких-то подобных территорий на сегодняшний день в городе просто нет. Если мы найдем какую-то территорию, да, ее в любом случае нужно будет готовить, потому что, ну, практически вся территория города на сегодняшний день подтопляема, да, и, соответственно, мы установили в законе на сегодняшний день эту норму. Нельзя многодетным семьям предоставлять неподготовленные земельные участки, неподсыпанные, неподготовленные с точки зрения инженерной транспортной инфраструктуры. Соответственно, вот на 100% таких готовых территорий, конечно, нет. И, соответственно, эта вот работа проводится Департаментом строительства планомерно, постепенно, с учетом, соответственно, финансовой обстановки. Вот, поэтому сказать, что вот завтра будет там, конечно, нельзя. Но мы проводим работу, мы проводим работу совместно с Департаментом в плане вот подготовки старого аэропорта, подготовки окончательной тех территорий, которые уже предоставлены в собственности. Это заводская, это вилладж, это старый аэропорт при въезде вот эти известные 77 участков, да. То есть, ну вот, по крайней мере, я считаю, надо сначала эти вопросы закрывать, а потом уже, как говорится, осваивать новые территории, потому что очень много проблем еще с уже выданными участками. Какие там проблемы вот на выданных участках? Ну, они не обеспечены. У них там нет электричества, у них нет газа, у них нет воды. То есть они на сегодняшний день, по большому счету, там не могут построить дом, потому что там нет коммуникации. А по какой причине они вот еще не обеспечены? Ну, дело в том, что в свое время еще в городе, когда выдавались эти участки, вот таким образом они были предоставлены без подготовки. И, ну, вот, можно сказать, в нарушении федерального законодательства, наверное, потому что, ну, этого делать никак нельзя было. И не знаю, по какой причине это было сделано, но выдали вот таким образом. А сейчас это все, можно сказать, вдогонку к уже выданным участкам прилагается инфраструктура. Мы же сейчас принципиально с Департаментом строительства занимаем позицию, что неподготовленные участки никому не предоставляются. То есть это запрет. И сроков пока не оглашаете по поводу того, когда они будут обеспечены? Я не могу точно сказать. У централизованного стройзаказчика, по-моему, контракт по вертикальной планировке, да, по подготовке этой территории до конца года он должен быть завершен. Но это, конечно, лучше уточнить у соответствующего департамента, потому что они курируют работу своего подвесного учреждения, которое как раз и осуществляет все эти мероприятия. Ну, в принципе, да, до конца года планируется. Ну, всем известна история с выдачей разрешения на вырубку крупномерных деревьев, да, и кустарников на этой территории, которую город, опять же, не удает, что препятствует реализации этого проекта. Тоже всем, в принципе, известна эта история. И когда она закончится, тоже неизвестно, потому что на сегодняшний день централизованный стройзаказчик направился в суд заявление соответствующее в отношении городской администрации, потому что, ну, у них тоже контракт, они должны свои обязательства исполнять, и эти препятствия им на сегодняшний день дают это сделать. А на территории сельских поселений там как обстоит дело? На территории сельских поселений проще, потому что очереди там как таковой нет. У нас на сегодняшний день в городе уже порядка 450 человек. Соответственно, искатели порядка 30 человек на учете состоят. Ну, там так остро проблема не стоит, и, в принципе, там люди оформляют уже те участки, которые они занимают по факту сегодня. То есть у них есть дом, у них есть участок, допустим, в аренде, вот они его умеют право в собственности оформить. Ну, и там, в принципе, ну, под строительство также есть заявки, люди заявляются, мы объявляем торги, и, в общем-то, там проблем нет, потому что жилающих не так много, как в городе. И, наверное, больше земли, которая подходит. Соответственно, да. Больше земли, которую можно использовать под строительство, под индивидуально. Вот когда земли не хватает, наверное, изыскивают какие-то новые участки или подсыпают. Вот говорят, что в Наринмаре вообще все заливает, все везде болото, вот где землю брать? Нет, ну, смотрите, у нас же утвержден генеральный план города. У нас сейчас прошли публичные слушания правил землепользования и застройки города, где также определены соответствующие зоны для строительства и для, в том числе, и для индивидуального жилищного строительства, для строительства многоквартирных домов. То есть там, в принципе, все это предусмотрено. И вот, учитывая последнюю тенденцию, расширены зоны, где возможно жилищное строительство. То есть на сегодняшний день, с учетом и градостроительного развития, да, там, какого-то и социально-экономического развития, все это предусмотрено было департаментом, соответственно, также по согласованию. То есть на сегодняшний день, в принципе, надо только готовить эти территории с точки зрения вот инженерной, транспортной инфраструктуры и, соответственно, вертикальной планировки, чтобы эти участки не подтоплялись. То есть будет место, где строить и многоквартирные дома? Ну, в самом случае, планируется в тех документах, которые на сегодняшний день принимаются. Вот в документы градостроительного планировали. Этот момент есть, да, это учли. А что касается предоставления земли предпринимателям? Что у нас сегодня в округе? В принципе, по предпринимателям у нас тоже понимание есть. То есть есть заявки. Все заявки также идут через торги. То есть все участки мы проторговываем. Вот 10 участков мы в этом году проторговали. Танетризация, которую мы провели, в принципе, вот по поручению губернатора, также выявила земельные участки, которые на сегодняшний день не используются предпринимателями, ранее которые их получили. И мы также ведем работу по прекращению прав на эти участки. Соответственно, также в ближайшее время по согласованию теперь уже с Департаментом финансовой и экономики, который курирует соответствующие направления, по предпринимательству мы также включаем эти участки в перечень тех участков, которые мы предоставляем на торгах. То есть также согласовываем все виды разрешенного использования возможного. То есть этот участок можно использовать по какому-то другому назначению на выбор в соответствии с градостроительной документацией. Мы также это все согласовываем. То есть на сегодняшний день, в принципе, у нас как таковой проблемы с землей и предпринимателем нет. То есть у нас в основном проблемы-то действительно для индивидуального жилищного строительства, поскольку у нас вот в городе все же в основном хотят территориально располагаться как минимум в старом аэропорту, потому что здесь это все-таки городская черта ближе, это школы, садики, основная масса. Соответственно, все хотят, естественно, поближе здесь. Но вот пока, к сожалению, у нас не так много участков. Вот в Мирном мы объявили сейчас 4 участка. Желающих практически не было, можно сказать, на 4 участка, а 2 заявки. А вот что касается старого аэропорта, то вот пока там вот таких готовых участков на 100% конечно нет, чтобы мы могли выставить и люди могли взять. А на каких условиях человек может получить участок? Именно участвовать в аукционе или другим способом? Ну, здесь, видите, дело в том, что надо ориентироваться на новые правила земельного кодекса, которые вступили в силу с 1 марта 2015 года. То есть до этого момента ранее администрациями муниципальных образований выдавались, скажем так, предварительные согласования. Образовывали земельные участки и предварительно согласовывались. То есть если такие есть документы у человека на руках, в принципе, он может и без торгов участок получить. Потому что ранее ему было согласовано по законодательству предоставление этого участка, и они, как правило, оформляют уже эти участки без торгов. Что касается нового порядка, уже больше года мы живем по его правилам, то есть здесь торги. В основном торги. Гаражи, индивидуальное жилищное строительство, соответственно, предпринимательская деятельность и так далее. Ну, естественно, в кодексе есть исключения для определенных групп и категорий, скажем так, землепользователей. Ну, как правило, это граждане, юридические лица, которые не подпадают под эти исключения. Соответственно, только торги. Каким образом проходят торги? Вот человек хочет купить участок, куда ему необходимо обратиться? Он обращается к нам в управление, говорит о том, что я хочу земельный участок прикладывать в схему с описанием координат этого земельного участка, и мы, по сути, дальше запускаем процедуру. То есть мы можем опубликовать в газете эту информацию о том, что вот есть такой земельный участок, если никто не заявится, мы, в принципе, можем и не торговать. Но опять, у нас тоже есть определенные ограничения по этому поводу. Как правило, сами межуют, сами приходятся схемы и говорят, хочу вот здесь. Мы говорим, хорошо, и объявляем торги. Мы публично в газете подождали срок, да, никто не заявился. Пожалуйста, если нам поступают уведомления о том, что мы хотим участвовать в торгах, мы прочитали объявление в газете, желаем участвовать, то уже явно участок не пойдет одному человеку, уже явно он будет выставлен на торги, несмотря на то, что этот человек потратил деньги на межевание, заплатил кадастровому инженеру за подготовку этой схемы с координатным описанием. То есть торги — это всегда риск. Мы это людям всегда говорим, что вы можете выбрать участок, отмежевать его, а получит его другой, что, в принципе, и подтверждают у нас последние торги по гаражам, где у нас на два земельных участка под гаражи, на один у нас претендовало 15 человек, на другой — 17 человек. То есть вот разница, да, и индивидуальное жилищное строительство, земельные участки особо мирно никого не интересуют. То есть я к тому, что, опять же, человек отмежевался, но не выиграл, к сожалению. Бывает и такое. Ну и цена, соответственно, на участок складывается в процессе торгов. Да, естественно. То есть это начальная цена, которая идет в процентном соотношении от кадастровой стоимости земельного участка, и дальше уже идет на повышение. Как правило, это 3% шаг у нас. На 3% каждый раз она повышается. Ну и, соответственно, может подняться, как вот, например, по гаражам с 12, с небольшим тысяч, до 200 с лишним. Да, это годовая стоимость арендной платы за земельный участок. То есть есть такое. Ну, то есть чаще всего люди приобретают участки именно вот под хозяйственные постройки, под бани, но вот для ИЖС реже. Для ИЖС реже. Потому что, я вот еще раз говорю, видите, все равно, несмотря на то, что вот в том же мирном, да, там, в принципе, есть сети, там можно подтянуть, но их надо все равно к своему участку подтянуть, потратить деньги. То есть без коммуникации она не... Она все равно, понимаете, территория вот в сантиметрах не подготовлена. То есть в любом случае тянуть надо будет, соответственно, электричество подтягивать. То есть есть где-то точка подключения, от этой точки надо будет все равно подтащить. Соответственно, вот не каждый готов. Потому что, ну, честно, у нас даже были претензии, когда вот брали участки. И, в принципе, всю эту историю про техусловия мы рассказываем. Мы это все в извещениях указываем. То есть все технические условия по подключению к газу, к электричеству, к воде и так далее. То есть у нас все это есть. Человек невнимательно прочитал извещение, допустим. Да, бывает такая ситуация. Пришел, выиграл. Прошло какое-то время. Он понимает, что он не готов сегодня работать на этом участке, потому что надо еще подтянуть эти коммуникации поближе немножко от точки подключения. Соответственно, он говорит, вы знаете, я не готов. Пожалуйста, вот помогите. А мы, в общем-то, что можем сделать? Арендная плата течет, все. То есть либо от участка надо человеку отказаться, либо самостоятельно уже его готовить. Ну, это вот те редкие случаи. Это вот у нас были истории на факеле. У нас была такая претензия. И по большому счету у нас даже, по сути, правых оснований нет для того, чтобы человеку не начислять арендную плату. Он подписал условия, он подписал договор. То есть у него претензий к участку не было на момент передачи участка. Соответственно, и оснований у нас нет для того, чтобы потом ему каким-то образом снизить арену плату или вообще ее отменить. А он оказался не готов, просто силы не рассчитал. Ну, давайте вернемся к предпринимателям. Вот вы сказали, в этом году расторговано 10 участков. Для каких их целей взяли? Что там будут строить? В основном это магазины. Вот те участки, которые были ранее еще замежеваны городом, это два участка под магазины. Это Авиаторов и Первомайская. А остальные были под тоже магазины, под производственные базы, парковки и так далее. То есть тут уже было все по заявкам предпринимателей. То есть сами предприниматели приходили, просили выставить на торги и, собственно, таким образом оформляли земельные участки. И в том числе на селе. То есть у нас были участки и по сельским населенным пунктам под предпринимательскую деятельность. А вот для приоритетных сфер, допустим, сельскохозяйства, им какие-то есть льготные условия? Допустим, фермер хочет получить участок, построить там коровник или еще что-нибудь. У нас были обращения подобные. Но в основном под строительство фермы... Это была... Или сельхозпостройки? Ну вот сельхозпостройки нет. В основном фермы для размещения. Там овец, коров. Но в основном в черте города. А это у нас идет достаточно проблематично, поскольку у нас есть тут разночтение с зонами, есть момент с близостью к индивидуальным жилым домам, тоже там по санитарным нормам это не всегда возможно. То есть, ну и соответственно, у нас с близостью аэропорта тоже есть определенные ограничения, да, по взлетно-посадочным вот этим моментам. На факеле вот то же самое, да, вот сколько мы хотели раз там разместить. Соответственно, у нас есть еще земли Министерства обороны, которые накладываются тоже. Ну, в общем, было много ограничений по конкретным территориям. И соответственно, вот мы пытались рассмотреть какие-то другие варианты. И вот в том числе учитывать это при принятии решений в плане вот градостроительной документации, чтобы эти все моменты учитывались. Потому что сейчас вот опять же департамент строительства ведет работу в том числе по принятию же вот этих документов в муниципальных образованиях. И вот эти все моменты мы обязательно им направляем. То есть к нам пришла заявка, мы понимаем, что сегодня мы не можем там вот в этом месте конкретном, да, земельный участок. Вот мы, департамент, с просьбой учесть этот момент в дальнейшем, да, допустим, если еще какие-то работы ведутся по внесению изменений там в документы территориального планирования. И вот, соответственно, в Тельвиске, насколько я знаю, был такой момент предусмотрен. Там вот мы выделяли. Вот не помню сейчас какую сельскохозяйственную деятельность, но вот были заявки, были. В том числе предпринимательские заявки были по сельхоздеятельности вот в плане ферм. А так, в принципе, ну, их немного. Их вот можно по пальцам посчитать. Вот буквально человек, наверное, пять вот за полгода обращались к нам по этим вопросам. Ну, а какие сегодня вообще сроки рассмотрения заявок? Вот и по ЕЖИС, и по землям для предпринимателей. Вот в этом направлении оптимизация шла, чтобы сократить сроки? По всем заявкам у нас установлен законодательством срок 30 дней. 30 календарных дней. Конечно, мы стараемся этот срок уменьшить. И вот как раз почему и хотим акценты немножко переставить на услуги в электронном виде, потому что эти заявки мы будем в первую очередь с портала обрабатывать. Соответственно, будет быстрее заявка рассматриваться, чтобы вот людей немножко, скажем так, синициировать вот на подачу заявок через портал. А в принципе, вот еще раз к проблеме нехватки людей, мы просто вот сегодня, можно сказать, завалены. Ну, как, в общем-то, всегда был к этому вопрос, да, к земельным отношениям, всегда был интерес, люди всегда, в принципе, заявки подавали, и плюс еще постоянно что-то с землей делают, то есть какие-то у них сделки, какие-то изменения, то есть работа постоянная и не прекращающаяся, там, не сказать, что вот сегодня так, практически всегда, и поэтому у нас просто вот идет уже работа на то, чтобы не просрочить эти заявки на самом деле, потому что нарушение сроков, конечно, у нас строго. Мы к этому относимся серьезно, потому что, ну, действительно, и плюс, соответственно, сейчас стараемся работать в Межведе и с Росреестром, и с другими структурами, чтобы вот каким-то образом сокращать. Потому что в основном у нас идет запрос информации в Росреестр о правообладателе, да, о землепользовании, соответственно, вот еще мы от них зависим. Ну, как правило, тоже не всегда пять дней соблюдаются, установленные законодательством, соответственно, и мы тут, в общем-то, вынуждены ждать. Но электронный ресурс у вас уже работает, уже можно подвозить. Ну, вот на портале, да, на портале Едином у нас есть услуги, во всяком случае земельные точно, соответственно, на портале региональном тоже нас выводились. Ну, вот мы сейчас сами пробуем, тестируемся тоже, вот пытаемся свои же услуги получить в электронном виде. Ну, я думаю, что просто через какое-то время нам надо самим к этому привыкнуть и к гражданам, соответственно. А по какому адресу нужно заходить, чтобы заявку дать? Единый портал госуслуг ЕСИА, то есть и наш ПГУ 1.ру, там региональный портал, там, в принципе, тоже у нас вся информация о регламентах наши, изменения в них, которые тоже с достаточно часто периодичностью вносятся, потому что тоже законодательство меняется, условия меняются. Вот, и, соответственно, вот, не уверена, что еще есть образцы документов, но, в принципе, всегда проконсультироваться можно по телефону. То есть тут мы постараемся в ближайшее время тоже образцы документов выложить, чтобы понимать, как заполнять, потому что тоже не всегда бывает понятно, как нужно правильно написать заявление, вот, какие документы приложить. По той же схеме очень часто вот граждане, да и юридические лица зачастую прикладывают схему, которая не соответствует координатному описанию СК-83. И мы часто возвращаем такие документы с просьбой все-таки привести схему в соответствии с законодательством. Это не потому, что мы вредные такие, а потому что у нас, к сожалению, вот нет соответствующего программного обеспечения, чтобы мы могли географические координаты переводить в вот эту систему СК-83, в которой работает кадастровая палата. Вот, поэтому вот просьба на это тоже обращать внимание при подаче заявок, соответственно, чтобы в том числе время сэкономить. Ну и вот по поводу, вы сказали, законодательство быстро меняется. Какие изменения в земельных отношениях будут в следующем году, к чему людям готовится из таких значимых? Ну, в принципе, уже сейчас принят ряд нормативных правовых актов на федеральном уровне, в принципе, тоже в соцсетях и в СМИ прошла эта информация, что у нас с 1 января 2017 года государственная кадастровая оценка будет проводить государственные бюджетные учреждения. Мы сейчас в этом направлении работаем усиленно, поскольку у нас на следующий год запланирована государственная кадастровая оценка и земель, и недвижимости. Поэтому нам в этом году надо будет уже всю подготовительную работу провести. Это вот первый момент. Второй момент тоже вот, в принципе, достаточно известный закон по изъятию земельных хост назначения. Тоже мы в этом направлении не работали никогда, в принципе, потому что у нас и вопросов таких не возникало, и к нам не было никогда по этому поводу каких-то претензий. Тоже, в принципе, этот закон обсуждали мы и на ВКС, вот, с участием представителей Единой России, нашего департамента природных ресурсов. Пока у нас практики такой нет, это тоже для нас новое, и, соответственно, будем все это дело изучать, менять нормативку при необходимости, и, соответственно, эту работу вести. Опять здесь нам предстоит тесное взаимодействие с федеральными органами госвластия и, соответственно, судебная практика. Вот. А вот по поводу изъятия неиспользуемых земель с хост назначения, здесь какие будут? Здесь, видите, здесь в Российской Федерации существует проблема неиспользования таких земель. Причем очень остро это стоит в тех регионах, где такие земли находятся в собственности, в собственности юридических лиц, физических лиц. То есть, соответственно, здесь идет речь об изъятии этих земельных участков в государственную собственность. Работу эту будет проводить федеральный орган по надзору в сфере сельскохозяйственного производства, Ростельхознадзор. То есть, здесь, получается, нам уже документы будут от них поступать, мы будем со своей стороны готовить документы в суд об изъятии и дальше выставлять на торги этот участок. Но, по большому счету, к нашей территории это не очень применимо. Почему? Потому что у нас в частной собственности земли сельхозназначения как таковые не находятся. У нас большинство земельных участков на территории округа относятся к землям сельхозназначения. По сути, весь округ поделен на такие большие крупные куски. Соответственно, эти земельные участки были образованы из земель, находящихся в неразграниченной государственной собственности. Тем не менее, это госсобственность. Соответственно, пока на сегодняшний день, на мой взгляд, острой проблемы нет. Но, возможно, с точки зрения наших коллег из агропромышленного комплекса, возможно, будут какие-то вопросы к коленеводам, которые не используют пастбище, относящиеся к землям сельхозназначения. Но, опять же, это вопрос применения закона и актуальности его на нашей территории. Я думаю, что это еще все будет обсуждаться. И надо будет подходить очень внимательно к использованию конкретного земельного участка, конкретным землепользователям. Спасибо большое, Анастасия Владимировна, что пришли к нам в студию. Я напомню, сегодня мы говорили о планах нового руководителя управления имущественных и земельных отношений Ненецкого округа. Это актуальное интервью. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова